На первый взгляд, самовар сам по себе довольно-таки утилитарен. И назначение его тоже очень понятно. Но на Руси самовар простым предметом не считали. Более того, многие были убеждены, что у каждого самовара есть душа. Это популярное некогда приспособление для кипячения воды не может похвастаться тысячелетней историей. Первые самовары в России появились в 18 веке, а пик популярности пришелся на середину и конец 19-го. Сейчас эту альтернативу чайнику используют по назначению крайне редко. Он либо антикварный предмет, либо сувенир-новодел. Анатолий Бородецкий собирает и реставрирует самовары уже не один десяток лет. На вопрос, сколько экземпляров в коллекции, расплывчато отвечает – около 300. Из дальнейшей беседы становится понятно, почему подсчет неточный. Помимо постоянного появления новых единиц хранения, старые раздариваются, переходя в хорошие руки разных музеев. Находясь постоянно среди такого количества медных, латунных и оловянных красавцев, Анатолий Петрович тем не менее убежден, что возможность вскипятить воду по старинке – не главное. Не считаю целью довести до такой строительства, чтобы можно ее использовать. Потому что это история Российской империи, нашей страны. Главное – восстановить то, что было, как было ранее. Такие они были. Да, и не цель сделать так, чтобы из нее чай пить. И самое интересное, кто их делал? Их делали рабочие. Не художники, не архитекторы. Рабочие. А вот эти детальки, вот эти, это делали крестьяне. В аксультурской губернии. И каждый делал. Одни ручки делали, другие поддоны делали. Шейки давили. И делали они это зимой. А по весне летом они уходили на поля. Самовары – интересная и весьма яркая часть истории русского быта. А главная ценность этих экспонатов – в их необычайном разнообразии. Смотрите, кубок. Вот поддув нижний. Вот он шарик. Это вообще смешной. Посмотрите. Ну, это кофейник, кстати. Вот и форма. И они старались, вот даже по форме видно. Смотрите, он какой-то вот сжатый, кургузенький. Ручки сюда мятенькие. Кургузенький он весь такой. Это где-то, ну, 1840-50-й год. Это другой. У них совершенно… Если посмотрите, вот на ножки. Смотрите, здесь ножки-лапки. Здесь шарики. Вот здесь такие расплюсанные. Вот двойные ножки. Вот они ножки. Смотрите, все разные. Если провести параллели с Японией или Китаем, то самовар – это основа русской чайной церемонии, в которой самое главное – правильный розжиг. Никогда не разжигать санваров из древесных, из дров древесных или чурок древесных. Никаких шишек. Только древесный уголь. Поясняю, почему. Очень просто. Потому что древесный уголь – там самое наибольшее содержание углерода, которое горит. Там горит углерод. 85-95%. И он горит всегда внизу, подогревая вот он. Вот здесь стоит кувшин. Вот здесь, вот здесь кувшин. Он лежит здесь, и он разогревает, подогревает все. Если деревяшка, а тем более шишка, а в деревяшке, наоборот, у нее 15% углерода, а горит легкий водород, кислород, он горит здесь. Он разогревается в этой части. Когда крайник открываешь, в павличок прыгает. Кипит. А здесь тепленькая. Только уголь. И ни в коем случае сапогом. Это глупость несусветная. Сапогом только, когда дрова мокрые, которые не надо закладывать, и когда они еще не горят, начинает сапог. Глупость со мной все просто. И обязательно должны быть типа таких лучинок, длинненькие, которые поджигаются, они сразу уголь, быстро загорается. Древесный, имеется в виду. Он быстро докидывает, и все готово. Самовар. Символ гостеприимства, добродушия и спокойствия. Как часто нам не хватает всего этого в современной жизни, заполненной электрическими чайниками? Можете ли вы представить себе семью, которая собирается вечером вокруг электрического чайника? Вряд ли. А за столом с самоваром посередине? Мне кажется, это все еще возможно.